В эфире телеканал РБК Уфа, блок региональных новостей, в студии Максим Окунев. Здравствуйте. В Уфе создадут технопарк в сфере высоких технологий. Соответствующее соглашение подписали глава Башкортостана Ради Хабиров и руководитель фонда Сколково Аркадий Дворкович. Документ предполагает обмен опытом по работе с инновационными проектами, оказание экспертной поддержки, стимулирование развития инновационного предпринимательства. Как сообщили в фонде, Сколково расширит свое присутствие в республике, а потенциальные резиденты смогут получить доступ к лучшим практикам, сервисам и инструментам поддержки. По мнению Ради Хабирова, соглашение достал чок для развития инноваций и предпринимательства в республике. Это дает то, что резиденты Сколково, которые расположены не только здесь, которые будут расположены в нашей резиденции, получают довольно серьезный пакет привилегий. Это и налоговые льготы, и таможенные преференции, это и возможность доступа ко всему инструментарию фонда Сколково. Поэтому для нас, именно для развития инноваций, это что-то новое. Может быть, пока неизведанное, но мы уверены, что это будет весьма для нас полезно. С 1-го дня получаем статус и уже начинаем полностью быть частью юридической региональной фонда Сколково. Подписание соглашения прошло в рамках Московского международного форума «Открытые инновации». На нем впервые выставлен стенд Башкортостана. Свою разработку представил Центр прототипирования республики. Это информационно-аналитическая платформа, цифровое сельское хозяйство, управление сырьем. А вот компания «Экософт» представила проект по правильному, интерактивному назначению медикаментозной терапии пациентам. 10 потенциальных резидентов воспользуются инфраструктурой нового агропарка в Салаватском районе. Об этом сообщили в Корпорации развития республики. О планах создать агропарк близ деревни Ишимбаева стало известно в этом году. Там предполагают разместить комплекс по хранению и переработке овощей и мяса. На его создание потребуется порядка 500 миллионов рублей. Финансирование планируют привлечь из двух источников в виде субсидий – республиканских и федеральных. Агропарк будет занимать более 8 гектаров. Управляющей компанией будет корпорация развития республики. Сейчас северо-восток и Башкортостана. Там остро стоит проблема нехватки рабочих мест. Практически отсутствуют предприятия малого и среднего бизнеса. Эта территория депрессивна. Там надо создавать производство. Второе место расположения. Почему выбран Салаватский район? Потому что в данном случае Салаватский район примыкает к федеральной трассе М-5. Это его географически удобное место. Его логистическое расположение этого парка позволяет моментально выйти на федеральную трассу М-5, которая связывает федеральные города и выход сразу на Челябинск, на Екатеринбург. В настоящий момент администрация Салаватского района подобрала площадку под агропарк. Проработала вопросы обеспечения инженерной инфраструктуры. Количество новых рабочих мест и сроки создания в настоящий момент не определены. Размер субсидирования авиарейсов из аэропорта Уфы в 2020 году планируют увеличить до 180 миллионов рублей. Заявка на такую сумму направлена в Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщает Госкомтранс и региона. По данным ведомства, авиарейсы субсидируются на условиях софинансирования Федерации и региона. Подтвердить объем субсидий, а также определить соотношение средств должны до 1 декабря этого года. Господдержку направят на полеты по восьми направлениям. До Волгограда, Краснодара, Минеральных вод, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Перемии, Ростова-на-Дону и Самары. В 2019 году размер субсидирования пяти авиарейсов из Уфы составил 102 миллиона рублей. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком. На сегодня доллар и евро ушли в минус. Американская валюта подешевела на 13 копеек. Ее курс 63 рубля 63 копейки. Евро опустился на 25 копеек 70,91. Лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 63,73. Продажа в банке Финам и Нейва по 64 рубля 1 копейки. Наиболее выгодные курсы покупки евро в банке Финам по 70 рублей 91 копейки. Продажа в банке Финам и Нейва по 71 рубля 18 копеек. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.